День за днём Я благодарна своим Созидателям, благодаря их информации мне удалось выйти в финал. Итоги проекта «Слава Созидателям» в третьей школе. Посмотрите, Дед Мороз, праздничный одетый, он подарки нам принёс, пряники, конфеты. Новогодняя пора в школах Десногорска. Я по специальности проектировщик ядерных реакторов и знаю, что ваш дизайн, ваш проект. Самый лучший с точки зрения ядерной безопасности. Подписание контрактов на сооружение АЭС Эль-Даба. А сейчас об этих и других событиях подробнее. 19 декабря в администрации города прошло плановое оперативное совещание. В нём приняли участие председатели комитетов и руководители муниципальных предприятий и служб. Подробности далее. Провёл планёрку заместитель главы города Александр Новиков. Коммунальные службы работают в условиях повышенных снежных осадков. Персонал и уборочная техника выходят на улицы ежедневно в 5 утра. Отдел социальной защиты начал выдачу новогодних подарков детям из многодетных, малообеспеченных семей, детям, находящимся под опекой и детям с ограниченными возможностями. Комитет по культуре готовится к новогодним праздникам. 23 декабря в 11 часов в детско-юношеской спортивной школе состоится открытие турнира «Подзюдор», посвященного Дню энергетика. И в субботу и воскресенье в 11, в 14 и в 17 в городском центре досуга «Новогодние утренники». Также приглашаем всех принять участие. 26 и 27 декабря в Доме детского творчества пройдёт чествование победителей и участников проекта «Слава Созидателям». Завершились школьные олимпиады. Завершился муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников, в котором приняли участие 375 учащихся. Из них победителями и призёрами стали 110 человек. 26 декабря пройдёт очередная 47-я сессия городского совета. Безработица в Десногорске составляет 0,62%. На этой неделе в Смоленской таможне состоялось совещание, на котором таможенники подвели итоги деятельности в 2017 году. Наметили приоритетные задачи на 2018 год. Борьба с подсанкционкой, электронная таможня – рекордные перечисления в федеральный бюджет. Всего подразделениями таможни за разные виды правонарушений возбуждено 2058 дел, что в два раза больше, чем в 2016 году. С начала года в целом возросла нагрузка на местные таможенные органы за счёт увеличения импорта и экспорта. За 11 месяцев по всем процедурам перемещения товаров оформлено более 178 тысяч деклараций. По итогам 11 месяцев федеральный бюджет таможенной платежи составили более 130 миллиардов рублей. Выбрать свой избирательный участок в Смоленской области можно через многофункциональные центры. Избирательная комиссия Смоленской области и МФЦ подписали соглашение о взаимодействии, которое предусматривает организацию процедуры приёма и обработки заявлений о включении в список избирателей по месту их нахождения на выборах президента России 18 марта 2018 года. Избиратель сможет проголосовать, где ему удобно. Просто предварительно необходимо обратиться с заявлением в территориальные избирательные комиссии, многофункциональные центры или на портал госуслуг. Мы уже рассказывали вам о том, как подвели итоги по окончанию конкурса «Слава Созидателям» в первой и второй школах. Как прошла заключительная встреча в школе номер три, смотрите в нашем следующем сюжете. 18 декабря в актовом зале третьей школы собрались участники проекта «Слава Созидателям». Это школьники, учителя и герои. В этом конкурсе приняли участие почти 150 детей, а героями их фильмов стали более 100 десногорцев, которые внесли вклад в строительство и развитие самого молодого города Смоленской области. Работа была проделана колоссальная. В течение нескольких месяцев участники конкурса искали героев, а они были разных профессий – врачи, учителя, ветераны атомной отрасли и социальной сферы, художники, писатели, спортсмены. Ребята знакомились с их биографией, а затем снимали видеоролики. В третьей школе подвели итоги конкурса. Участники награждены грамотами и канцелярскими наборами, а герои – благодарственными письмами. Ученики 10-го А-класса Сергей Сопоронцов и София Петрова стали участниками федерального этапа конкурса. Я благодарна своим Созидателям. Благодаря их информации мне удалось выйти в финал. Они поделились своим жизненным опытом, а также благодаря их рассказу могут узнать все о жизни в нашем городе, когда велась стройка. Благодаря участию в конкурсе дети открыли в себе новые таланты, приобщились к ценностям и традициям, а также ко всему тому, что было заложено людьми, вошедшими в историю Десногорска. Подведены итоги областного конкурса «Будущее Смоленщины», который проводился при поддержке администрации региона. Главная цель – мероприятие выявления и поощрения талантливой молодежи, вовлечения ее в социально значимую деятельность, а также стимулирование работы детских и юношеских общественных организаций и содействия их развитию. За успехи в области журналистики Анастасия Каретникова, ученица средней школы номер 2 города Десногорска, в феврале 2018 года получит награду. На торжественной церемонии награждения победителям будут вручены премии администрации Смоленской области. Маленькие смоляне могут написать письмо самому главному новогоднему волшебнику. Почтовый ящик установлен в центре Смоленска в башне Громовая. Веселый снеговик ведет сбор новогодней корреспонденции для самого настоящего Дедушки Мороза. Написать письмо может каждый желающий в период с 5 по 30 декабря 2017 года. А в образовательных учреждениях Десногорска наступила жаркая пора. Начались новогодние мероприятия. На одном из таких утренников побывала и наша съемочная группа. Первый новогодний праздник четвертой школе был организован для обучающихся начальных классов. Все ребята пришли на утренник в ярких новогодних костюмах. Получился настоящий бал. Возле красавицы ели, школьники пели, танцевали и водили традиционные хороводы. Развлекали их настоящие сказочные герои из известных сказок. Настоящий фокусник удивил ребят своей виртуозной ловкостью рук. А Снегурочка приготовила для них веселые конкурсы и эстафеты, в которых маленькие школьники участвовали с большим азартом. Каждый ребенок подарил главному волшебнику Деду Морозу свой стишок. Посмотрите, Дед Мороз праздничный одетый. Он подарки нам принес, пряники и конфеты. Завершился праздник сладкими сюрпризами и конфетами от Дедушки Мороза, которые ребята ждали весь год с нетерпением. Смоленское Позерье стало лауреатом премии популярного журнала. Экологическая премия досталась парку в год экологии от журнала Гео. Издание впервые отметило призами тех, кто вносит вклад в экологическое развитие и помогает сохранить природу во всем мире. В номинации «Эко-направление России» Смоленский нацпарк победил благодаря голосованию интернет-пользователей. 2017 год для Смоленского Позерья – юбилейный парку 25 лет. И в завершении выпуска новости Росатома. Атомная станция будет построена в пустыне. Госкорпорация заключила с Египтом контракт на строительство четырех энергоблоков поколения 3+. Кроме того, российская сторона взяла на себя обязательства поставки топлива и сервисного обслуживания будущей АЭС. Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Евгеньевич Лихачев и министр электричества и возобновляемой энергии Арабской Республики Египет Мухаммед Шакер подписывают акты о начале работ по генеральному контракту на сооружение атомной электростанции Эль-Дабба и контракту на поставку ядерного топлива для атомной электростанции Эль-Дабба. Подписанные контракты – крупнейшее соглашение в истории мировой атомной отрасли. Общая стоимость сделки составляет десятки миллиардов долларов. За эти деньги Египет получает уникальное комплексное предложение Росатома, включающее в себя и постройку атомной станции, и поставку топлива для нее, и сервисное обслуживание в течение первых десяти лет эксплуатации АЭС. Предложение, охватывающее весь комплекс услуг в области мирного атома. Для наших египетских коллег действительно очень важно получить от нас комплексный подход, когда мы помогаем и в строительстве станции, и в поставках топлива, и в подготовке персонала. С будущим, в конце концов, выводом станции из эксплуатации, и, безусловно, еще и с помощью в предоставлении финансирования на все на это. АЭС Эль-Дабба будет состоять из четырех энергоблоков поколения 3+, с реакторами ВВР-1200. Российские технологии полностью отвечают всем постфукусимским требованиям безопасности МАГАТЭ и успешно эксплуатируются на территории нашей страны. Я был одним из тех, кто рекомендовал нашему президенту выбрать Россию для выполнения этой задачи, потому что я по специальности проектировщик ядерных реакторов, и знаю, что ваш дизайн, ваш проект самый лучший с точки зрения ядерной безопасности. Безопасность ядерной энергии, ее экологичность в сравнении с углеводородами и, конечно, конкурентно способная цена за киловатт – все эти аргументы стали решающими при определении правительством Египта пути энергетического развития страны. Благодаря мирному атому это африканское государство рассчитывает на существенный рост промышленного производства, а значит и на организацию новых рабочих мест и повышение общего уровня жизни своих граждан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова